АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот мы открываем здесь программу, которая называется «Образовательная программа звезды мирового джаза белорусским студентам». Мы выбрали для этой программы, естественно, вас, естественно, Университет культуры и искусства, потому что все-таки это центр джаза, центр эстрады. И приятно, что среди вас преподаватели очень серьезные, которые уже много лет доказали на сцене, что исполняют музыку и джазовую, и странную, но я подчеркну, что джаз был в первую очередь на уровне мировых звезд. Я думаю, что все вы понимаете, какие это музыканты, это наша гордость. Но и тем более ценно, если в Минск приезжают действительно первые величины мирового джаза, и они отзываются конкретно о наших музыкантов, как о самых высоких, и даже спрашивают, вероятно, афроамериканская бабушка у вас есть в Нью-Йорке. Но мы отвечаем, что нет, есть другие бабушки, но не в Нью-Йорке, не афроамериканская. Это все к тому, что, наверное, не важно, белорусы или японец, американец, француз, джаз на то и есть высшее искусство планеты, о чем заявила организация ЮНЕСКО, вы в этом знаете, 300 стран мира назвали джаз. И когда я был награжден почетным дипломом и премией Национальной комиссии ЮНЕСКО Беларуси за значительный вклад в развитие белорусского джаза, я задал такой простой вопрос председателю Национальной комиссии ЮНЕСКО. А почему джаз? Допустим, почему не классика? Вы знаете, был ответ очень простой, потому что джаз объединяет людей во всем мире. И ведь действительно возникла эта музыка в конце 19 века на юге Соединенных Штатов Америки, как танцевальная музыка креолов, афроамериканцев. И за сто лет она стала искусством больших площадок, джаз серьезно изучают, играют. И не секрет для каждого, что уровень образования джаза музыканта – это очень серьезный уровень, у всех за плечами консерватория. Но все-таки консерваторию мы не хотим в консерваторию приходить, все-таки там слишком академично. Но мы понимаем, что у всех у вас нормальное академическое образование. Вы ноты читаете хорошо, классику играть умеете, но плюс к этому вы еще стремитесь импровизировать. Импровизация – это уже от Бога, научить невозможно. Но мы, конечно, для того здесь, чтобы попытаться научить. Что я могу сказать? В руках у меня альбом мирового фестиваля. Уже у нас проходит в Минске третий, даже не второй, а третий, международный фестиваль «Джаз Минск». Я рад, что я являюсь, в общем-то, и основателем этого мирового бренда, который делает хотя бы на три дня в году Минск. Ну, практически одно из стадий с мирового джаза, потому что прилетают замечательные музыканты. Вы видите на афишах и стиллях «Кто у нас?» группа «Шакота». Многие до сих пор не верят, что такое возможно, да, это возможно, причем не четыре человека, а мы привозим весь легендарный состав. Это я все говорю, друзья, к тому, что настало время, чтобы вы почувствовали себя на равных с мировыми звездами. Вчера в джаз-клубе после больших концертов в 22.00 и до глубокой ночи мы выступали с французами, с американцами, с россиянами, с англичанами. И действительно, публика, даже не мы почувствовали, а публика сказала, что границы уже растворились, и наши музыканты показывают замечательный уровень. Ну, друзья, если вы к этому уровню стремитесь, то, я думаю, вот такое общение – это именно то, что вам надо. Я благодарю администрацию, ректорат Государственного университета культуры и искусства за определенную поддержку, потому что мы вместе – это мощная энергия, мы бы одни не смогли сделать больше, чем мы одни можем. А если мы все вместе, то это сила. Поэтому и джаз нужно играть в коллективе. И приятно, что сегодня большой коллектив, и мы эту традицию открываем. Спасибо вам, эти аплодисменты, наверное, вам и вам всем. Дидьё Лопович, на сегодняшний день, если кто не знаком, зайдите в интернет и прочитайте. Это первая величина планеты. Это легенда за его плечами выступления со всеми легендами, даже с теми, кто улыбается нам с небес. Огромное количество львов – около тысячи. Сольных – около ста, а там, где он принимает участие с первыми величинами мировой музыки, около тысячи. К тому же, Дидьё Лопов, он хозяин, можно сказать, учредитель крупнейшего музыкального института в Париже. Это супер-звезда. Первая ступень. Не вторая, а первая мега-звезда. И он очень простой. Это неудивительно, потому что все музыканты, они романтики, путешественники. Только, конечно, джаза-музыканты, они, я думаю, чуть-чуть более нежно способны обнять любую женщину, потому что они владеют импровизацией. Давайте развивать эту импровизацию. Легенда мирового джаза, национальный герой Франции, рыцарь, почетного легиона Франции, обладатель высших наград от президента Франции, обладатель самых высоких наград бирового искусства. Мистер Дизьел Лопов. 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 Но если я буду говорить, вы не будете понимать проблем никаких, но как бы нет никаких проблем. Если у вас есть проблемы, вы спросите. Но мы любим английский. Если вы используете английский, это будет более комфортно. Да, да, не для меня, но мы все равно не будем. Вот как раз наша перевозится Александра, она вовремя успела, так что все, комментарии были самые. Берите микрофон. Здравствуйте, я могу перевести. Вы говорите французский? Нет, я говорю английский, если вы имеете в виду. Хорошо, спасибо. Я собираюсь немного импровизировать, разговаривая на английском. Мы можем говорить о джазе. И говоря о джазе, мы должны говорить об импровизации. Потому что есть две важные вещи в джазе. Это игра в специальном ритме джазе свинь. И иметь способность импровизировать. Но в джазе мы импровизируем одним специальным способом. Я думаю специалисты знают лучше. Так что я могу сказать, что я делаю мастер-класс, я нужна мастер-класса. Но я думаю, что я спать в этом. Ну я думаю, что я скорее спать в этом. Так что, импровизация. В джазе, когда мы импровизируем, мы импровизируем как очень... Мы импровизируем как очень... И мы обязаны играть на эти изменения в джазе. Когда мы импровизируем во время джаза, мы должны импровизировать, прежде всего, за счет изменений в ярко-выражинах. Мы изучаем некоторые системы, знаки. Но лучше всего это работать с помощью нашего слуха. Чуская музыка. И большая разница между джазовой музыкой и классической музыкой И мы играем музыку композитора. Мы больше интерпретируем, но мы не играем нашу собственную музыку. Это делает большую разницу. Я могу сказать, что дирижер, когда он импровизирует, он как композитор, без эрайзера. Возможность импровизировать джаза – это то же самое, как дирижер, который не пользуется палочкой. То есть заранее вы можете изучить различные комбинации для джаза. Некоторые известные джазы исполнители именно так делают. Но я думаю, с моей точки зрения было интересно пробовать сделать какие-то ошибки. Для меня импровизация – это какой-то тип ошибки. А то есть ты пытаешься найти какой-то выход из нашей ситуации. Так что я думаю, что азар – азар – азар – азар – должно быть очень функциональным. Как везде в арте. Это может быть в художественном рисовании, театре. Задача главная художника – это потеряться. Как в любом виде искусства. Потеряться, чтобы лучше себя найти. И постоянно я кладу свои пальцы на разные части скрипки, и никогда не бывает ничего одинакового. Но когда я слышу ноты, которые я исполняю, которые играю, в контексте музыки общей. Я знаю и понимаю, для чего предназначена каждая из нот. Я могу сказать, достигнет ли она вашего сердца или нет. Полная ли это фундаментальная нота или неполная. И это тренировка вашего слуха, ваших ушей. И это не значит, что нужно что-то читать или готовить. Вы можете смотреть глазами, но чувствуете это с помощью ушей и слуха. И чтобы закончить, я хотел играть музыку. Задача. Задача. It learned to read and write music before, to be able to hear the reading is the same thing Это то же самое то, что научить ребенка читать до того, как он умеет говорить. Для меня это джаз личная традиция. Для этого, можно ли я взять пиано-пиано-пиано-пиано-пиано-пиано-пиано? На самом деле, каждый из нас представитель разных культур. У меня есть французская культура, с классической культурой. Музыка интересна. Ишула любит белорусская культура. Мы будем представители русской и белорусской культуры. Я никогда не знала этого человека. Я просто хочу играть музыку. Я не знаю, что сейчас произойдет. Просто хотим создать музыку. Представьте, что мы на острове. Только чтобы выжить. И должны не сыграть это. После двух месяцев того, как мы не разговариваем, мы все-таки решили, что мы должны что-то сыграть. Я собираюсь начать. И мы должны сделать эту музыку вместе. Играет музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый момент жизни – это особенный момент И мы, как представители вида человека разумного, мы все пытаемся сделать таким же способом, как и раньше повторить. Потому что мы хотим быть прекрасными во всем, быть посетителем. И мы хотим всегда двигаться к прогрессу. И я думаю, что я за завершение ошибок. И мы должны провоцировать такое завершение ошибок. Не беспокойтесь, мы ничего не создаем, потому что все уже создано. Мы помещаем в пространство жизни те сувениры, которые у нас есть, которые мы создаем. Иногда мы сами являемся этими сувенирами. Иногда они не очень успешны, но в этом их ценность. И именно в этом и заключается красота в жизни и нашего будущего. И я хочу сказать вам, что в школе, когда вы привыкли что-то делать постоянно, постоянно ходить в школу, постоянно все делать одним и тем же способом. Когда каждый день мы видим одни и те же вещи, одним и тем же взглядом, одним и тем же способом. Ты начинаешь быть слепым. Или не совсем хорошо соображать. Учителя всегда говорили ему никогда не терять ощущение детского взгляда на мир. И всегда пытайся смотреть на мир и на вещи, как будто ты видишь их впервые в жизни. И именно это и привносит в мою жизнь постоянное открытие. Я пишу музыку также для хореографических исполнителей. Я пишу книги, музыку. И в музыке я читаю тромпет, пиано, саксофон, потому что я думаю, что кроме того, чтобы быть музыкантом, нужно быть художником. И кроме того, чтобы быть хорошим артистом, нужно просто быть хорошим человеком. И пытаться быть настолько эрудированным и умным, насколько ты можешь. Так что, кто-нибудь еще хочет попробовать? Даже тот, кто не умеет играть на пианино. Как вам нравится. Кто-нибудь еще хочет попробовать? Хорошо. Я могу спросить. Вы можете играть с нами? Да. Я представлю музыкантов. Музыканты очень серьезные. И я радуюсь тому, что я их знаю. Ну, десять лет. Это все-таки серьезный строк, чтобы хорошо знать людей, музыкантов. Потому что мы понимаем, что люди и музыканты, как правило, они не знают. И все хорошие. Потому что не может быть человеком непозитивным, и он обладает большим талантом. В данном случае это очень серьезные музыканты из Москвы. Пожалуй, лучший джазовый органист России. Владимир Нестеренко. Но мы уже джазовый орган не брали. Он будет сегодня в 20-м году в Союзах. Джорзе Барабанни. Это тоже, наверное, входящий, может быть, в тройку сильнейших джазовый барабанщиков в России. Это мегазвезда российского джаза Александр Зингер. Музыка очень серьезный. В джазе есть три очень важных вещи. Первый – это ритм. Второй – это ритм. Второй – это ритм. Второй – это ритм. И третий – это ритм. И главное – это искусство художественногоображения и изображения действительности. Итак, мы будем играть как стандарт. Потому что этот джазовый сделал очень великолепную вещь. И мы собираемся играть еще что-нибудь другое. И сейчас мы собираемся сделать одну из самых результативных демонстраций и выступлений. А когда мы собираемся играть, все-таки мы собираемся играть? Да. В этом году мы собираемся играть. Спасибо. 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 I would like to, because I think it's my masterclass, just to, because we are playing jazz. Jazz is a very special secret in jazz. It's a swing. Swing is something very strange. In music you have like three kinds of reason forms. You have the binary, binary, binary is like a square. In music you have a standard system, it's like a двойная system. Binary. Swing. So it's like a same curve. If you have a strong framework. Do you have a straight line? It's like a brazilian music. It's like oval. It's like... Okay. I would like to make you sing Shabbatah, like jaz. Я бы хотела попросить у вас петь джазом. И дело в том, что в джазе мы не играем на первом битве, но основные битвы не на первом. И на третьем, они на втором и на четвером. То есть третий, второй и четвертый. И вы можете видеть... И вы можете видеть... Ишаба, Ишаба, Ишаба... Нормально. Я должен слышать вас. Ишаба. Ишаба, Ишаба. 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 И вашей уйдет шпанцы. Ишаба. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Как это? Нет танцовок? Сколько у нас еще времени? Сколько у нас? Никто не хочет, неужели никто не может подвинуться в ритм, хотя бы немного? Я делала это с очень известными танцорами. У нас еще 15 минут, 15 минут. Я делала это с модерн, 6 strings. Виолет, violа, и колес. То есть мы немножко сейчас попытаемся попутешествовать по тому, что исполняют в разных частях земного шара. Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА